В магазине у дома черешня стоит 4000 тенге за килограмм, на шапогате вот 2000 тенге. Клубника у нас стоит в магазине у дома 3000, здесь 1100 тенге за килограмм. Это бешкетская, а есть вот алматинская, она крупнее, по 1300 тенге за килограмм. В принципе на шапогате ягоды гораздо дешевле, а в супермаркетах ягод практически вообще нет. Абрикосы вот 700 тенге. Возле шапогата находится рынок Алтай. Вот здесь фирменный магазин Гормолзавод. Также помимо молочки там можно купить колбасы, сардельки от бижан. Здесь например в одной холодильной витрине хранятся торты и шушер. А еще продавщицы всегда спрашивают. Никирек! Писташки в мир сухофруктов на 500-700 тенге за килограмм дороже чем на рынке. А еще здесь до сих пор не принимает оплата по Куар. Только через переводы. Когда после Нового года Астана УНМ резко повысил цену на сливочное масло с 4600 до 5200 тенге за килограмм, я им сразу сказал, ваше масло не пойдет. Они сказали нет, пойдет. В итоге у них разбирали практически всю молочку, ну и как вы догадались оставалось только масло. Люди предпочли покупать тоже село Садовое по 4400 за килограмм. Теперь вот сегодня увидел, что Астана УНМ наконец-то сбросил цену на масло и оно вернулось на старую отметку 4600 за килограмм. Но люди уже не берут у них. Почему? Потому что то же село Садовое цену вообще опустило до 4000 тенге за килограмм. За 4000 тенге за килограмм можно также купить сливочное масло от Сачаковская с Кустанайщины. Благодаря ослаблению российского рубля вновь стала доступная продукция от северных соседей. Например, сельфише, полукилограммовая упаковка, которая стоила 2200. Сегодня наши богаты стоят уже 1700. Рыбные консервы также подешевели. Например, скумбрия стоит баночка 950 тенге, сардины стоят 870 тенге. И в северных областях также люди говорят, что благодаря ослаблению рубля очень выгодно оттуда все возить. Продукты питания, те же овощи. И самое еще прикольное то, что сегодня на рынке Шапогат продавцы говорят, что, например, те же сухофрукты, орешки и так далее они получают из России. Но это продукция узбекская. То есть из Узбекистана везут в Россию, а оттуда уже везут к нам. Хотя как бы это, конечно, нелогично. Но зато выходит доступнее. Я понимаю желание Министерства сельского хозяйства, Министерства торговли взять лавры на себя. Мол, они такие молодцы, дартаньяны. Благодаря им цены снизились. Но на самом деле цены, как вы уже догадались, снизились благодаря ослаблению российского рубля. И большому наплыву российской импортной продукции. Плюс еще сыграл свою роль сезонный фактор. То есть сейчас уже вовсю идут ягоды, овощи и так далее. А вот что будет зимой, ранней весной, мы все прекрасно знаем. Как всегда выяснится проблема отсутствия овощехранилищ. Выбор будет маленький, а цены будут высокие.